Chevrolet Camaro. Живая легенда, живая классика. Между прочим, в прошлом году этой модели исполнилось 50 лет. Но если не считать того нюанса, что был перерыв, в начале нынешнего столетия эту машину не делали вовсе, как бы то ни было. Перед нами модель шестого поколения. И согласитесь, есть одна вещь, с которой очень сложно поспорить. Она чертовски красива. Относительно предыдущего поколения машина уменьшилась по всем габаритам. Даже колесная база стала короче. Наверняка это не лучшим образом отразилось на пространстве для задних пассажиров. Но какая разница, это же Camaro. Облик, конечно, агрессивен, чего стоят хотя бы узенькие прорези боковых окон. Кузов частично металлический, частично пластиковый. Огромные 20-дюймовые колеса и тормозные системы тоже очень солидные. Марки Брэмбо. Диаметр передних дисков 320 мм, задних 315 мм. Впереди шестипоршневая суппорта. Что касается грузового отсека, поражают сразу три вещи. Во-первых, тот факт, что он тут есть. Во-вторых, он не такой маленький, как в принципе можно было бы подумать. Но и это в-третьих. Проем больше напоминает кроличью нору, нежели настоящий проем грузового отсека. Как заведено в современных автомобилях, тут есть специальная ручка, чтобы его можно было открыть изнутри. На ней изображен выбегающий из багажника человек. Честно говоря, учитывая размеры проема, да и самого багажника, с трудом верится, что человек вообще там поместится. Но все это на самом деле не важно. Самое интересное в передней части машины. Под огромным, похожим на баскетбольную площадку, капотом этого классического американского маслкара, находится, ну, конечно же... Рядная двухлитровая бензиновая четверка с турбиной. Мощность 238 лошадиных сил, крутящий момент 400 ньютон-метров. Догадаться о том, что перед нами не Хион Дейлантра, а можно по тому обстоятельству, что мотор установлен продольно. Компоновка классическая, привод задний, за мотором обитает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Только такая версия пока что официально поставляется в России. Вообще о ценах на автомобили мы, как правило, говорим в конце программы, но сейчас грех о них не вспомнить. И вот почему. Итак, это единственный прилагаемый в России Камара. За него просят 2 миллиона 900 тысяч рублей. В США эта же машина выполняет функции начальной, самой базовой версии. И там ее минимальный ценник 27 тысяч долларов, если верить американскому сайту Chevrolet. 27 тысяч долларов – это 1 миллион 600 тысяч на наши деньги. То есть там она в два раза дешевле, чем здесь. Ну, практически. Это не все. Потому что в США версий много. Есть, скажем, машина с двигателем V6, 3,5-литровым. Такая версия дороже всего на 1300 долларов. Небольшая, согласитесь, доплата за 2 цилиндра и 1,5 литра объема. На наши деньги она дороже на 80 тысяч рублей. И понятно, что даже такая машина намного-намного дешевле, чем российская начальная версия Камара. Ну, так ведь и это еще не все. Потому что в Америке есть версия с каноничным, классическим, абсолютно необходимым такому автомобилю двигателем V8. 455 лошадиных сил и, конечно, более серьезная цена. 37 тысяч долларов на русские деньги – это получается 2 миллиона 200 тысяч. Даже машины с V8 там дешевле, чем начальная двухлитровая версия здесь. К счастью, даже это еще не все. Потому что у американцев есть особая версия. С наддувным V8 мощностью чудовищные 650 лошадиных сил. Это уже самый настоящий суперкар. И да, такая машина чуть ли не вдвое дороже, чем просто версия с V8. И вот такой автомобиль все-таки стоит больше, чем российский Камара, потому что его цена на наши деньги 3 миллиона 800 тысяч. Но цена образования – это сложная наука, и все зависит далеко не только от автопроизводителя. Дело в том, что у нас свои российские реалии. А в наших реалиях Камара удивительно точно рифмуется с Audi A5 в кузове купе. Те же две двери, тот же двухлитровый турбомотор. Примерно такая же мощность у Audi чуть побольше. И динамика. Разгон до сотни. У этих машин одинаковая разница в одну десятую секунды. То есть этой разницы практически нет. Другое дело, что Audi, который стоит даже чуть-чуть поменьше – 2 миллиона 700 с чем-то тысяч в самой базовой версии, легко становится дороже. Вы выбираете какой-нибудь интересный цвет, и он обходится почти 200 тысяч. Вы выбираете хорошую мультимедийную систему – больше 100 тысяч. Продвинутую светотехнику – больше 100 тысяч. А здесь нет ничего подобного. Вы заходите в конфигуратор и понимаете, что сделать Камара существенно дороже невозможно. 50 тысяч вы можете заплатить за диски другого дизайна. 50 тысяч за отделку кожи и нафа. 75 тысяч за цвет, например, такой вот желтый, как на нашей машине. И еще 75 за черной полосы на капоте, опять же, как у нас. И все. Цена лишь слегка перешагнет за отметку в 3 миллиона. С другой стороны, здесь все достаточно просто. Не настолько просто, как в предыдущей версии Камара, но все равно беспитростно. Пластик местами, ну, откровенно говоря, достаточно беспородный. Есть интересные дизайнерские решения, например, регулировка температуры в салоне. Такое огромное кольцо, которое выглядит как металлическое. Она на самом деле пластмассовая. Еще одна деталь, на которую обращаешь внимание сразу, это посадка, потому что сидишь очень низко. Вообще кресло ты опускаешь, руководствуясь не обзором сводительского места, а ощущениями в макушке. Потому что места над головой практически нет. Ты поднимаешься повыше, чтобы видеть капот, и физически упираешься в обшивку. Зато можно опустить кресло очень низко. Настолько низко, что тебе кажется, что ты уселся на коврик под ногами. И это все плата за эффектный силуэт. Есть и другие интересные нюансы. Посмотрите, как установлен дисплей мультимедийной системы. Он как бы наклонен немного вниз. Это необычно, и в этом есть смысл, потому что в нем мало отражений и практически нет солнечных бликов. Разумно сделано. Что до самой мультимедиа, то графика вполне себе приличная. Набор возможностей в целом стандартный. Есть радио, чтение музыки с флешек, навигация. Практически не о чем рассказывать долго, но есть один нюанс. Есть управление подсветкой. Днем ее практически не видно. Тем не менее, диоды встроены в двери, встроены в окантовку того же самого монитора. Можно настраивать их в цвет. Можно выбрать один из очень широкой гаммы. А можно сделать так, чтобы подсветка менялась автоматически в зависимости от выбранного режима движения. Если включен комфорт или тур, как он здесь называется, подсветка синяя. Для режима снег и дождь тоже используется такой холодный нейтральный тон. Но ночью салон заливает приятным красным светом, если активировать режим спорт. И вот тут, кажется, мы добрались до самого главного. Эта машина может ехать достаточно быстро. Разгон до 100 км в час занимает 5,9 секунды. Что для двухлитрового двигателя мощностью 238 лошадок не такой уж и плохой результат. В придачу ко всему этот автомобиль легче предыдущей версии почти на 2 центнера. В частности, кузов весит меньше на сотню килограммов. То есть масса полторы тонны с лишним. Не такая уж и большая по современным меркам. Более того, уверенный разгон сохраняется и по достижению той самой сотни. Потому что до 140 до 150 он достаточно внушительный. Потом, конечно, становится все поспокойнее. Но если держать педаль газа утопленной до упора 200 км в час, автомобиль наберет спокойно. Не сказать, что бы очень быстро, но разгон будет уверенным. Максимальная скорость, кстати, 240 км в час. И да, тут и есть ощущение спортивной машины. Потому что руль тугой. Обзор, прямо скажем, своеобразный. Посадка низкая. В Камаро есть своя атмосфера. Кстати, комплектация тут хорошая. Есть контроль давления в шинах. Есть не только подогрев, но и вентиляция сидений. Разумеется, раздельный климат-контроль. Собственно, есть все, что должно быть в современной машине. Ну да, отсутствуют некоторые современные системы безопасности. Ну так о них тут вообще не вспоминаешь. Зато вспоминаешь про шумоизоляцию. Потому что она здесь далека от идеала, но удивительным образом. В Chevrolet Camaro это тот редкий случай, когда этот недостаток становится практически достоинством. Такую машину надо слышать. Нельзя не вспомнить и выпускную систему, потому что слышишь ее при любом прикосновении к педали акселератора. Инженеры постарались сделать машину громкой. Они сделали все возможное, чтобы рядная четверка изо всех сил притворялась V-образной восьмеркой. Но все-таки голоса, тембра ей не хватает. Нельзя научить мышку медвежьему рыку. То есть голосок задорный у машины, но все-таки чуть не тот, который хотелось бы слышать. Машина своеобразная, потому что в режиме тур, то есть комфорт, переводим привычные термины, автомобиль с линцой реагирует на газ. То есть сначала ты нажимаешь педаль, потом растут обороты и уж затем начинается езда. В спортивном режиме цепочка короче, но все равно прямой связи между акселератором и динамикой автомобиля не наблюдается. Подвеска, кстати говоря, под стать внешности машины работает. Она достаточно жесткая. Она тщательно ищет, находит и ощупывает любые неровности на дороге. Когда первый раз проезжаешь неаккуратный стык моста, ощущение такое, словно ты попал колесом в открытый канализационный люк. Но потом привыкаешь. И все равно надо понимать, что этот автомобиль не спорткар в привычном понимании. Это маслкар. Он должен дарить ощущение динамики. Он для этого сделан, а не ради времени круга. И когда эту мысль держишь в голове, все встает на свои места. По совокупности качеств нынешний «Камара» заметно лучше машины предыдущего поколения. А уж с представителями классической эпохи ничего общего нет вовсе. Кроме названий, очертаний кузова и милых стилистических деталей, которые призваны наладить связь времен. Это машина из 21 века, но сравнивать ее с чем-либо иным бессмысленно. «Камара» – это редкий случай, когда за рулем не испытываешь постоянного дежавю из-за того, что все это – от элементов отделки до издовых повадок – ты где-то уже видел. Возможно, причина в том, что у нас вообще не так уж много исконно американских автомобилей. Но факт остается фактом. Этот желтый красавец оригинален. И в общем, и в мелочах. Главное достоинство «Шевроле Камара» в том, что его попросту не с чем сравнивать. Два его прямых конкурента в России не продаются. Да, у нас есть модели, похожие по цифрам в ТТХ. Но так ведь не в цифрах дело, а в эмоциях. Потому что на эту машину смотрят чаще, чем на автомобиле в 2, в 3, даже в 4 раза дороже. Он стоит 3 миллиона. Это не маленькие деньги. За такую сумму можно купить автомобиль практически любого класса, за одним исключением. Вы не найдете за эту сумму ничего настолько же яркого, эффектного и запоминающегося. Да, «Камара» сложно отнести к числу вещей, которые выбирают умом. С другой стороны, здесь есть своя рациональность – логика эмоций. В этом весь «Камара». А у меня на сегодня все. Вы смотрели программу «Наши тесты». Увидимся! Продолжение следует...